МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Капитальный подарок. Семьи Чуваши получают сертификаты на материнский капитал. Быстрее и оснащеннее медики Республики получили новые машины санавиации. Выходные с пользой в музее Чувашской вышивки дни открытых дверей. Любящие жены, заботливые мамы и лучшие в своей профессии. Сегодня в Доме правительства честовали представительниц прекрасной половины. В преддверии Международного женского дня им вручили государственные награды. С героинями торжественной церемонии познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Подготовка к торжественной церемонии начинается за несколько часов. За каждым из приглашенных определяют свои места. Награды на столе расставлены в четком порядке. Вот почетные грамоты. Их вручают одними из первых. После нагрудные знаки к званиям заслуженных работников, благодарности и часы главы Республики. Каждый год в Республике госнаградам представляют более 1200 человек. Но только единицы приглашают сюда, в зал официальных приемов. В канун 8 марта в Доме правительства чествуют успешных женщин. В списке награжденных медики, учителя, социальные работники и в единственном числе нотариус и каменчик. Глава Чуваши отметил, что их вклад в процветание региона неоценим. Вы несете доброту, преображаете мир, делаете его более гармоничным, вдохновляете мужчин, дарите окружающим заботу и внимание. Чувашская земля славится трудолюбивыми, талантливыми, энергичными представительницами лучшей половины человечества. Вы достойно выполняете роль матери, жены. Среди награжденных немало медиков. Стоматологу Милане Быстровой присвоили звание заслуженного врача Республики. Красивые улыбки людям она дарит на протяжении многих лет. Очень много сейчас вкладывается и финансовых средств, и повышаются заработные платы медиков. Эта работа престижна, она имеет будущее. Поэтому мы должны работать и будем работать на благо жителей Чувашской Республики. Нина Антонова стоит на страже окружающей среды, ставя надежный барьер инфекциям. Профессии бактериолога она не изменяет. Вот уже 40 лет. Очень нравится живая работа, связана с микроорганизмами, с их свойствами, с методикой. Проводится мониторинговое исследование по особо опасным природно-очаговым инфекциям. Слежение идет объектов окружающей среды. Звание заслуженного работника культуры сегодня присвоили концертмейстеру симфонической капеллы Татьяне Давыдовой. На ее счету более 150 произведений. Я готова трудиться на благо Чуваши. Мне вообще очень нравится чувашская музыка. Я живу музыкой. И кроме музыки, ну это моя любовь, это моя жизнь. Благодарности и часов от главы региона сегодня удостоились сразу 13 женщин. Обладателем госнаграды стала и Ольга Чилибина. Сейчас она руководит клубом менеджеров по качеству, который объединяет специалистов более 50 организаций. Женщине свойственно приумножать все, что попадает к ней в руки, все, что она получает. Михаил Васильевич, вы сегодня подарили нам такое огромное количество положительных эмоций, хорошего настроения. Заслуженные награды сегодня получили более 40 женщин. Глава региона поздравил их с наступающим праздником и пожелал новых побед. Еще один приятный сюрприз – экскурсия по смотровой площадке и памятные фотографии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В районах Чувашии продолжается подведение итогов социально-экономического развития за 2017 год. Отчитались о результатах и в Урнарском районе. По основным показателям социально-экономического развития, Урнарский район демонстрирует положительную динамику. Работают заводы, развивается перерабатывающая промышленность, растет объем отгруженной продукции. Касаясь производства скота и птицы, у вас тоже здесь динамика положительная. По прошлому году рост почти 103%, точнее 2,9%. Но в особенности я вас хочу поблагодарить, потому что в производстве молока, цельномолочной, натуральной, качественной продукции, у вас рост более чем 6%. Это очень важно. По собственным доходам на душу населения вы занимаете третье место среди 21 сельского района. Это хороший показатель. На строительство объектов здравоохранения и образования с каждым годом направляется все больше средств. В рамках новых инициатив президента России по поддержке семей с детьми уже в этом году начнется строительство 11 детских садов, в которых планируется создать ясельные группы. Предусматривается строительство передвижных ФАПов, ремонт детских поликлиник. Перед аграриями поставлена задача успешно провести весенние пылевые работы, сделав упор на выращивание эффективных сельскохозяйственных культур. В сельском хозяйстве перспективы развития у нас есть. По многим предприятиям где-то на 4 года вперед. Вот руководители уже задумали, мы будем дальше развиваться в сельском хозяйстве. В ходе совещания обсудили и вопросы развития малого и среднего бизнеса, использование залежных земель, пополнение бюджета, легализация зарплат, роста доходов населения. Медики Чувашии получили два новых автомобиля санавиации. О том, почему они так называются и чем отличаются от обычных скорых, Ольга Пырочкина. Пациент уже на операционном столе, а значит есть шанс, что все будет хорошо. Федеральный центр травматологии и ортопедии, онкологический диспансер, республиканская клиническая больница. Дорогу в эти учреждения на обычной машине скорой помощи тяжелые больные из районов могут не перенести. В этих случаях выезжает так называемая санавиация. Название санавиация, конечно, историческое, но автомобили действительно летают. Из центра Чебоксар до Канаша врачи доберутся за 40 минут. Впрочем, в данном случае важны не только скоростные характеристики, но и высокий класс медицинского оборудования. Внутри все, что необходимо для поддержания жизни. От дефибриллятора до аппарата искусственной вентиляции легких. Летом был очень трагичный случай. В районе упал ребенок, маленький двухлетний, в катку с водой в саду. И не вовремя это заметили. Детские ревматологи срочно выехали по вызову в дальний район. Успели ребенка, в общем-то, реанимировать, спасти. И на вот этой современной аппаратуре был доставлен в детскую республиканскую больницу. На таких автомобилях врачи выезжают и за жителями Чуваши, которые попали в аварию за пределами региона и находятся в тяжелом состоянии. Или наоборот, транспортируют при необходимости на операции в Москву и другие города. И теперь на две машины санавиации в республике стало больше. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Городской стиль или Чебоксары – мои мечты. Жители столицы Чувашии продолжают обсуждать дизайн-проекты общественных территорий. Какие выдвигаются в московском районе и как они могут изменить облик города – смотрите в нашем сюжете. Повлиять на облик города может каждый. Мнение людей – основа федеральной программы о формировании комфортной городской среды. Главный архитектор города Вениамин Мамуткин показывает 3D-визуализацию дизайн-проектов. На суд жителей представлены 18 общественных пространств. 7 из них находятся на территории московского района. К примеру, набережная реки Волга. Новые велодорожки, тротуары, зоны отдыха и благоустроенный центральный пляж. Все это появилось там уже на первом этапе реконструкции. На подходе второй и третий. В 2018 году предлагается включить в объем благоустройства вот этот пляж Афанасьевский и два спуска. Спуск Веденский – это в районе, ну как с Константина Иванова спускаемся, тот, который спускается на центральный пляж. Он не удовлетворяет современным требованиям по комфорту, благоустройству. Жители ждут всех этих изменений. Главное, чтобы горожанам и туристам было комфортно и приятно проводить время. На заливе сейчас очень облагоустроенная территория. Пока вот пляж, залив, там отдыхающие, когда приезжают с различных регионов, ближайшие и так далее, все довольны. Мне кажется, все обустроено очень красиво, очень искусно. И поэтому, я думаю, те места, территории около вокзала, вот то, что тем более 1 миллион рублей осуществляется на этот проект, что, мне кажется, первоначально нужно осуществить те, которые, в общем-то, потому что к нам приезжает около вокзала много гостей. Преобразиться и стать идеальным местом для прогулок и зимних развлечений может и сквер по улице Максима Горького. Предусматривается ремонт и реорганизация тропиночной сети, перенос лестницы, ремонт памятника с облицовкой постамента, дорожка, каскейтборда. А так архитекторы предлагают изменить сквер возле ДК «Салют». Освещение, новые тротуары и проезды, урны, скамейки, детские икровые и спортивные площадки. Это далеко не весь перечень того, что может здесь появиться. Вот это 3D-визуализация этой территории. Всего же на победу претендуют три места отдыха. Лучшие выберут сами чебоксарцы. Напомним, для удобства горожан рейтинговое голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента страны. И в тех же помещениях, где расположатся избирательные участки, ориентировочно к благоустройству приступят в начале лета. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах задержали мужчину, который сообщил о бомбе, заложенной в доме по улице энтузиастов. По данным правоохранительных органов, безработный чебоксарец, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил в службу спасения и сообщил о заложенной бомбе. По получению данного сообщения оперативная группа выехала на место происшествия и никаких сведений о взрывном устройстве и самих взрывных устройств не было обнаружено. В связи с поступившим сообщением, с 5 марта текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в ходе проведения мероприятий была установлена личность лица, который сделал заявление о заложенной бомбе. В ходе проведения следственных действий данное лицо было допрошено, ему органом предварительного расследования было предъявлено обвинение. И 7 марта 2018 года перед Московским районным судом города Чебоксар был поставлен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый лицо неоднократно привлекался к административной ответственности. И судья согласился с мнением прокурора и избрал меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Хочу отметить, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет. В канун 8 марта в Ленинской районной администрации столицы пожелания здоровья и счастья звучали в адрес самых маленьких представительниц прекрасного пола. У родителей малышек двойной праздник. Им торжественно вручили сертификаты на материнский капитал. Арина, Яна, Аделина этим красавицам всего месяц. И они впервые вышли в свет. Все малышки – вторые дети в семьях. Это наша старшая дочь Ангелина. Родилась она 2 сентября 2013 года. Через некоторое время мы задумывали с супругой то, что нам нужен еще один ребенок в семье. И вот 26 января 2018 года родилась наша замечательная малышка Арина. Семьи Михайловых, Корниловых и Козиных получили государственную поддержку. Это стало возможным благодаря демографической перезагрузке. В ноябре прошлого года по предложению Владимира Путина продлено действие материнского капитала. К тому же были расширены возможности его использования. Семьи получили возможность дополнительно за счет средств материнского капитала получать ежемесячную денежную выплату. Если доход семьи меньше, чем примерно 14 тысяч рублей на члена семьи. То есть это адресная поддержка за счет средств материнского капитала. И мама сможет ежемесячно получать дополнительную сумму в размере 8 910 рублей до исполнения полутора лет ребенку. Кроме этого, при рождении второго или последующих детей семья может воспользоваться льготной ипотекой под 6% годовых. Пока куда пойдут деньги мы не решили. Пока думаем или на образование детишек наших, или на улучшение жилищных условий. Также сняты ограничения на использование материнского капитала на образование детей до 3-х летнего возраста. Средства можно направить и на оплату яслей частных детских садиков. За этой услугой в Чебоксарах уже обратились 15 семей. В одном из детских садов Московского района Чебоксар пенсионерка случайно забрала домой чужую правнучку. Прабабушка пришла за девочкой после полдника. Воспитательница привела пенсионерке ребенка с нужным именем. А женщина с проблемами зрения не заметила, что девочка не ее родственница. По данному сообщению прокуратуры района организована проверка, в ходе которой установлено, что действительно вечером 5 марта 2018 года сотрудники образовательной организации детского сада передали ребенка 2014 года рождения женщине, представившейся ее прабабушкой. Вместе с тем, как оказалось, ребенка они передали совершенно иного. Ребенок, за которым приходила бабушка, так и остался в садике. Личность указанной женщины была установлена и установлено местонахождение ребенка. По заявлению родителя матери ребенка, девочка была возвращена родителем. Учитывая, что работники образовательной организации в нарушении федерального закона об образовании не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности нахождения детей в образовательном учреждении, прокуратура района в адрес заведующего детского сада внесено представление, которое в последнее время находится на рассмотрении. В этом году празднование Дня Республики пройдет в Чебоксарах и Красноармейском районе. Подготовку к масштабному празднику обсуждали сегодня в Доме правительства. Продолжение следует... Ведутся переговоры и согласования. Традиционным останется Международный фестиваль фейерверков. Он будет проходить два дня. 23-24 июня. Планируем проводить 11-й Международный фестиваль фейерверков. На сегодня у нас мы ведем... Также пять команд будут участвовать. Первая одна команда, две команды из Российской Федерации. Это из Чебоксара, безусловно. Вторая из Санкт-Петербурга, Лизбой, либо из Москвы. Сейчас мы отрабатываем с командой. И по одной команде это Беларусь, Китай и Мальта. В культурной программе праздника Всероссийский конкурс «Русь-мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России». Планируем внести существенные изменения в сценарии. Проведение фестиваля «Родники России» с 23-го числа. Все участники фестиваля, они разъедуются у нас, приезжие гости по городам, по районам, муниципальных районах. И во всех районах хотим провести, то есть организовать концерты, мастер-классы, творческие встречи. То есть вся республика должна существенно почувствовать, что день республики проходит во всех муниципальных районах с присутствием гостями. Надо обсудить все-таки с главными районами, потому что все равно они будут как бы соорганизовывать это и все эти вопросы решать муниципальные дети. Еще одно новшество. В 2018 году умельцы и мастера, которые приедут на конкурс «Русь-мастеровая», будут показывать свои работы в одном из самых красивейших уголков нашей республики – на берегу Волги в городе Мариинский посад. Еще один район, который к июню должен полностью преобразиться – Красноармейский. Как только сойдет снег, общественное пространство благоустроит, появятся новые клумбы и малые архитектурные формы. Но центральной площадкой всех мероприятий станут, конечно же, Чебоксары, где в этом году ожидается огромное количество иностранных гостей. В праздничном оформлении главным элементом будет национальная символика. Наружная реклама, баннеры, перетяжки будут приветствовать гостей на двух языках – русском и чувашском, при необходимости включим китайский. В рамках празднования Дня Республики также планируется выступление сводного детского хора «Чувашии», в составе которого выступят более тысячи человек. В этом году «Чувашия» впервые будет участвовать во Всемирном паромузыкальном фестивале. Ольга Пырочкина подробнее. Уже в течение 10 лет при поддержке Министерства культуры в России проводятся Всемирные паромузыкальные фестивали. Мероприятие называется Всемирный паромузыкальный фестиваль связи с тем, что в нем принимают участие пара артисты, то есть артисты с разными возможностями, разными проблемами в здоровье из многих стран мира и из всей России. Структура фестиваля такова. Сначала проходит отбор номеров в муниципалитетах, затем лучшие участвуют в региональном этапе. С победителями из регионов организаторы готовят концертную программу, а затем гастролируют по стране. Впервые в этом году отбор будет проходить и в Чувашии. А 4 и 5 сентября с гала-концертом в Театре оперы и балета выступят лучшие артисты нашего и других регионов и участники из-за рубежа. Я планирую участвовать с вокальной программой. «Ты тоже родился в России, в березовом милом краю». В этой песне рассказывается о березке, которая повидала все на своем пути. И погибших солдатов, и войну в целом. А когда я пою, я постоянно в конце плачу. Отбор в муниципалитетах начнется уже 10 марта. Вся информация и положение о конкурсе на сайте Минкульта Чувашии под специальным баннером. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. «Проведи выходные с пользой» – так решили Чувашский национальный музей и Сбербанк. И организовали акцию «День открытых дверей» в музее Чувашской вышивки. Она стартовала сегодня и продлится до 11 марта. Проект приурочили к двум датам – к Международному женскому дню и 17-летию со дня рождения Чувашского просветителя Ивана Яковлева. Первые участники акции уже увидели все многообразие национальной вышивки, а также уникальные украшения из драгоценных металлов и бисера. Завтра в музее стартуют тематические экскурсии и мастер-классы. «Это очень хорошее мероприятие. Это дань сохранению ценностей, культуры нашей, и Сбербанк всегда рядом в этом плане». Букеты с танцевальных композиций, песен и сцены, концерт для мам, бабушек и сестер показали воспитанники Чебоксарской школы-интерната Министерства образования Чувашии. «Мама милая, родная, лучше всех, одна такая, даже если я шаю, все равно тебя люблю». От теплых слов и лиричных песен до задорных танцев к концерту «Весенняя капель» ребята старательно репетировали. Квартет девчонок-семиклашек выучил латиноамериканский танец под руководством волонтера танцевальной студии. «Мы ставили примерно месяц, наверное, может быть, чуть-чуть больше. Мне очень понравилось, как мы выступили, как мы репетировали, тренировались. Это было вдохновляюще и что-то очень новое». «Сонятия танцами – детьми дают уверенность в себе, в своих силах, дают понимание того, как они двигаются, дают развитие тела, дают улучшение осанки, дают повышение уверенности в жизни и в конечном итоге улучшают их социальную адаптивность. В этот день был сформулирован третий закон движения планет. Вышли в свет басни Крылова. Группа The Beatles впервые спела на радио. Но все же ассоциируется 8 марта именно с Международным женским днем. О чувствах, настроении и подарках в нашем сюжете. Знаете ли вы хотя бы одну женщину, которая не любит цветы? Лично я уверена, получить такой подарок приятно каждой. А вот чего совершенно точно дарить не стоит. Романтического путешествия в ленту, шоколадные весы или сковородку девушка точно не оценит. Мы решили не ходить далеко и узнать прямо у наших коллег, какой же он самый лучший подарок. 8 марта для меня внимание, забота. И, наверное, цветы. Лучший подарок, конечно же, бриллианты. Ну ладно, а если серьезно, то лучший подарок – это внимание. Самый лучший, который подарили. Ой, я откуда знаю. Я же не девушка. Самый лучший подарок на 8 марта? Не знаю. Ну, я думаю, самый лучший подарок – это квартира, машина, золото. Самый лучший подарок для любого человека – это присутствие рядом другого человека, который его любит и ценит. Даже у этого нет ничего. Самый лучший подарок – это, безусловно, когда ты приходишь на работу, а в студии шарики, в коридоре шарики воздушные, разноцветные, придающие хорошее настроение. Заходишь в туалет, а там тоже шарики. Многие мужчины стараются проявить всю свою фантазию и преподнести любимым неожиданный презент. Но все же есть вещи, которые дарить не стоит. Я думаю, не стоит дарить девушкам парфюм, если ты в этом не разбираешься. Не стоит дарить одежду, если ты не знаешь предпочтения и точные вкусы, косметику. Самый худший подарок – это тот, который не подарили. Ну, не знаю, сертификат к зубному – это же страшно, это больно. Или сертификат, ну не знаю, в аптеку. Что же, нет изначально. На мой взгляд, девушки слишком великодушны, чтобы назвать какой-нибудь подарок самым худшим. Самый худший? Полотенце. Самый худший подарок, я думаю, что если тебе на 8 марта подарят кастрюли. 8 марта все девушки ждут с нетерпением мужчины, с опаской. Вне всяких сомнений представителям сильного пола этот праздник прибавил забот. Но и они с удовольствием говорят теплые слова в адрес прекрасной половины человечества. Дорогие наши девушки, оставайтесь всегда такими же красивыми и вдохновляющими нас. Будьте такими же красивыми, любите и будьте любимыми. В этот прекрасный день 8 марта хочется пожелать любви, радости, нежности, чтобы вас окружали всегда замечательные, уважающие, внимательные люди. И будьте счастливы. Есть и те, кого нужно подтолкнуть. Давай, поздравь всех с 8 марта. Всех с 8 марта. Она меня заставляет, между прочим. Но хотят мужчины или нет, этот праздник создан для того, чтобы радовать прекрасную половину. Хотя любить, говорить комплименты, окружать заботы и дарить подарки нужно постоянно, а не только раз в году. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь и поздравляю всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин